Почему Путин вас боится? Вопрос такой. Выборы прошли. Вы не победили. Как вы могли такое представить? Что дальше? Хорошо. Прикидывай вместе. Выборы прошли. Я не победил. Такое может случиться с любым кандидатом. Всегда кто-то проигрывает. Это нормально. Только тогда прикидываем. Я не победил. Коррупции стало меньше или больше? Кумовщина стала меньше или больше? Медведева в плёсе хорошо или плохо? Полицейские нормально работают или продолжают заниматься вот этой вот ерундой? Значит, если случится так, что я не стану президентом, жизнь в стране, видимо, стала еще хуже. Или, по крайней мере, не становится лучше. Коррупции больше. Поэтому, сколь уж я возглавляю фонд борьбы с коррупцией, работы у меня будет очень и очень много. Но самое главное, я могу вам пообещать, я думаю, вы и сами знаете это, исходя из всей моей деятельности. Я обещаю, что я не то, что, знаете, пошел на выборы, проиграл и бросил всех. И мне надоело, я больше ничем не занимаюсь. Я еще лучше буду работать. Потому что, если я проиграл, я что-то не доделал. Значит, нужно было сюда, в Иваново, приехать несколько раз. Значит, нужно убедительнее выступать. Надо лучше говорить. Я продолжу работать, потому что просто... Но моя страна. Я не собираюсь никуда не уезжать. У меня здесь дети. Я надеюсь, что мои дети останутся здесь. Я хотел бы. Другой страны нет. И если изменений нет, у меня, как и у вас, никаких нет перспектив, а хочется перспектив. Мне 41 год. Я хочу прожить хоть сколько-то в нормальной стране. Я хочу, чтобы дети мои в нормальной стране жили, а не думали о том, что, е-мое, закончу институт, зарплата будет 40 тысяч. В лучшем случае. Я хочу изменить. И поэтому я буду бороться до конца вместе с вами.